так мы установили себе на компьютер совместно купленную версию сервиса супа онлайн видео конструктор вошли в свой личный кабинет видим творение других наших коллег обратите внимание на меню на верхнюю строчку которая у нас расположена рядом с уточкой кнопка которая нам позволит начать работать с видео называется создать если вы на нее нажмете вы попадаете как раз на страничку с которой я всегда начинаю создавать видео кнопка оплата кнопка инструменты в принципе на этом этапе нам сейчас не нужны кнопка обучения в принципе тоже вам сейчас не потребуется пожалуйста придержитесь того совета который я уже давал не пытайтесь изучить все и сразу выполните какие-то минимальные действия получите какой-то результат то есть создайте свое первое видео затем если вам это понравится и вы решите ну например для своей команды создавать видео продающее видео это вообще то очень дорогое удовольствие какой-нибудь минутный ролик может стоить от двух до двадцати и более тысячи рублей поэтому умение создавать продающие видео это очень хороший навык кого это заинтересует можете пройти на страничку обучения и пройти например полный видеокурс либо пошаговое обучение как создается видео шаг за шагом очень интересно очень понятно найдете очень много полезных инструментов о которых я сейчас рассказывать даже не будут вы можете создавать видео с нуля на основе вот выбрав какой-то нужный вам формат зависимости под чего вы хотите делать для stories там квадратная какой-то свой размер для обложек для фейсбука и так далее но я вам предложил работать именно создавать видео из шаблона на страничке создать видео есть раздел который так и называется лучшие шаблоны либо например шаблоны уже отсортированы по какой-то тематике новости вот обучение цитаты слайд-шоу социальные сети я выберу лучшие шаблоны ну по мнению супа и посмотрю какие шаблоны уже есть и считаются профессиональными количество этих шаблон шаблонов постоянно пополняется ну например я хочу сейчас сделать видео но давайте сделаю видео для stories и в этом видео я хочу рекламировать нашу обучающую платформу что я делаю в первую очередь выбираю stories вот здесь шаблона отсортироваться мне оставляют только шаблоны соответствующие размеру stories прежде чем выбирать шаблон нужно уже в голове иметь четкое понимание что вы хотите увидеть на своем видео я хочу увидеть заголовок обучающая платформа я хочу увидеть сообщение что дает это обучающая платформа то есть мне нужно коммерческое предложение если я сейчас навожу на какое-то видео и не убираю мышку то я могу это видео вот так вот посмотреть например вот такой бы шаблон тоже мне подошел вот место веб-дизайн я бы написал viva stars вот здесь бы кратенько бы прописал что она дает здесь бы сделал призыв подключайся сейчас и ссылку на мой сайт такой шаблон например для моей цели бы очень очень подошел посмотрю что мне здесь еще предлагают можно выбрать шаблон из раздела даже обучение тоже для stories посмотрю что мне здесь предлагают но вот этими шаблонами я пользовался нет раздел обучения меня не впечатлил возвращаюсь опять в лучшие шаблона еще вот этот серый шаблон как ни странно вот мой опыт показал когда я делал картинки и видео формате черно-белые для stories это очень собирала хорошую конверсию то есть люди по ним прям с удовольствием щелкали поэтому как-то вот проникся чувством уважения и достоинства именно к черно-белым картинкам строгим я щелкнул на тот дизайн который я хочу править ну то есть готовый шаблон что мне сейчас нужно делать по большому счету вполне те же самые действия как я делал в канве я могу любой текст на имеющемся шаблоне исправить супа вам каждый из фрагментов этого видео выполняет виде вот такой конкретной дорожки вы можете искать нужную вам дорожку прям на самом слайде щелкать на нее и супа вам предлагает изменять данную картинку менять какие-то ее параметры это один из вариантов но есть другой вариант вам не даже больше и понятнее например хочу я поменять слово веб-дизайн я его конечно могу найти вот здесь вот она здесь веб-дизайн вот а могу сделать проще просто щелкаю на веб-дизайн у меня сразу же находится эта дорожка и сразу открывается вариант ее редактирования я исправляю место слова веб пишу сюда viva star но у меня получается достаточно большой шрифт как я вам могу уменьшить внизу у меня есть ползуночек размер шрифта я беру его вот таким вот образом и немножко уменьшаю но потому что у меня текст получается все-таки длиннее чем в шаблоне viva star вместо слова дизайн 10 разработка я могу написать обучение viva star обучение ну не совсем конечно хорошо получается я должен сейчас расшифровать чему обучение даже слова обучениями наверное и не нужно здесь вот так немножко его сдвинул прямую левую клавишу немножко сдвинут viva star я должен немножко расшифровать что такое viva star потому что односложное название обучения ни о чем не говорит но здесь я могу написать что открытая обучающая платформа как привлекать клиентов бизнес по большому счету если у вас уже есть ваш готовый написанный продающий пост вы его можете брать и визуализировать то есть по большому счету все что вы писали текстом продающим посте можно сейчас сделать видео так движущегося текста опять же я вижу что у меня конечно текст немножко некрасиво разместился я его вот так вот немножко вытянул чтобы у меня было поменьше строк вот чтобы все-таки не нарушать дизайн дальше что мне нужно исправить знание программ не обязательно выбираю этот текст знания программ не обязательно и пишу обучение доступные каждому далее текст здесь исправил мне нужно исправить вот эту вот картинку вот эта картинка мне не нравится я она абсолютно не соответствует той тематике которой двигаю я я выбрал эту картинку опять же открылась окошечко в котором я эту картинку могу править нажимаю на кнопку загрузить другое изображение могу загрузить какую-то совершенно другую картинку нажимаю нажмите сюда или перенести файл из загрузок и нахожу картинку на своем компьютере у меня на диске есть такая картинка меня загружается картинка она конечно больше по размеру той что у меня была но это все очень просто исправляется щелкаю на эту картинку прямо на самом видео и начинаю изменять ее размер буксирую вот так даже еще немножко изменил вот что можно сделать с картинкой картинки можно включить анимацию анимация это какое-то движение она у меня может например пульсировать так вот так вот видите щелкать может двигаться как-то может увеличиваться мне больше нравится пульсирование или вот вибрация но все эти эффекты вы можете менять и подбирать тот который вам больше нравится не забываем в конце нажимать на кнопочку ok после изменения и так заголовок я исправил текст исправил осталось точно также мне исправить название сайта адрес сайта копирую адрес нашего сайта и вставляю вот сюда удаляете http все если я хочу посмотреть что у меня получилось после моих исправлений отодвигая ползунок самое начало нажимаю play и вот смотрю на свое получившееся видео теперь с какой целью у нас вот лежат вот эти вот дорожки вы можете эти дорожки немножко изменять по длительности их то есть дорожка в зависимости от того как вы ее увеличивать или уменьшается будет появляться вашем видео определенный момент времени все это очень легко исправляется вы можете этим спокойненько владеть если по каким-то причинам вы считаете что у вас ролик получился очень затянуто но ведь и 9 секунд то можно сделать как уменьшить размер ролика вам придется все вот эти вот дорожки немножко отодвинуть от правого края теперь щелкнув на значок время его можно либо уменьшить видите либо можно увеличить то есть увеличить либо уменьшить длительность вашего ролика если вы хотите сделать еще какой-то дополнительный слайд то есть кроме вот этого слайда можно на кнопочку нажать добавить слайд у вас формируется еще один слайд и вы можете продолжить свое видео то есть можно его делать как бы из нескольких слайдов и такие видео мне нравится даже больше я рекомендую вам делать видео состоящие из нескольких слайдов либо искать шаблоны состоящие нескольких слайд ну и последнее что я хочу поменять это поменять фон вот фон который у меня сейчас загружен причем у меня загружен фон формате насколько я понимаю видео это движущийся фон то нет это просто картинка она просто движется если я нажму на изменить фон я могу выбрать какую-то совершенно другую картинку причем я могу в качестве фона использовать не только фотографию я могу использовать видеоролик опять же видеоролик можно выбрать из имеющихся роликов например мне нужны какие-то люди до либо технологии но вот этот ролик очень хорошо бы подошел к моему фон то есть компьютеры человек что ты делает я выбрал этот фон теперь супа позволяет вам во первых выбрать кадрирование то есть что вы хотите показывать в виде этого фона еще можно выбрать какой-то кусочек из этого видео вот таким вот образом сокращая свой ролик и вот таким вот образом его двигая вы можете посмотреть что вам будут показывать в качестве вашего фона вот 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 так вот на меня будут показывать пальчиком туда двигает учиться ну то есть человек учится но как раз то что мне и нужно причем у меня ролик длительностью 9 секунд я сейчас вырезал ролик продолжительностью 6 секунд продолжительность указана здесь вот внизу я возьму немножко и увеличу то есть чтобы сразу у меня хватало моего фона на весь мой ролик но вот так вот нажимаю на кнопочку вырезать жду пока канва мне его обрежет это может занимать достаточно много времени вот пошел процесс обрезки все обрезал и сразу сделал это видео моим фоном я сейчас посмотрю как у меня смотрится теперь мой ролик вот видите вот таким вот образом она меня смотрится согласитесь абсолютно ничего сложного нет в том что я показал я исправлял имеющийся шаблон если вы хотите добавлять какие-то новые элементы которых нет сейчас в вашем шаблоне у вас для этого есть целый инструментальный набор вы можете добавлять текст можете добавлять картинки нажимая на соответствующую кнопку но еще раз повторюсь желательно все таки на первом этапе не стараться создавать себе лишних трудностей выбирайте какой-то шаблон а их очень много исправляйте их пока это сократит реально сократит время на создание вашего видео кнопочки с изображением отменить как во всех редакторах если вы что-то ошиблись нажимаете отменить и откатитесь назад теперь лучше всегда процессе работы ваше видео сразу сохранить обучающая платформа и нажимаю на кнопочку сохранить чтобы мои труды не пробовали зря но будем считать что я видео свое сделал кроме видеоряда можно еще конечно наложить аудио ряд чтобы сделать видео более интересным вот в этом ролике нет никакой никакого аудио ряда поэтому я его добавлю я нажму на кнопочку добавить фонограмму нажму добавить музыку мне предложат какую-то стандартную музыку из того что есть уже загружена в канве можно опять же нажать на кнопочку загрузить и загрузить какую-то свою но вот например такую музыку я решил добавить вы можете проиграть другие послушать нажимаю выбрать у меня открывается отдельное окошечко где я опять же могу подредактировать то есть выбрать например часть какой-то дорожки особенно если нам не очень длинная либо какой-то определенный фрагмент из этой дорожки опять же могу здесь ее еще немножко послушать то что я буду могу изменить громкость звучания сразу могу сделать какие-то эффекты вот будем считать что я выбрал все что я хотел и нажимаю на кнопочку сохранить в мой слайд добавилась музыка вот она у меня зазвучало конечно такое видео смотрится значительно лучше единственное о чем нужно четко помнить что звуковая дорожка это авторские права если вы будете загружать звуковые дорожки с популярными песнями на и потом эти видеоролики пытаться разместить на ю тубе или фейсбуке или в инстаграм то вы можете за это получить штрафные санкции поэтому есть специальные стоки для музыки без авторских прав я постараюсь найти вам такие стоки и тоже на них разместить ссылки вы пока можете использовать ту музыку которая вам предлагает канва и так ролик готов править больше ничего не буду я хочу теперь его скачать для того чтобы скачать нажимаю на кнопку скачать меня предупреждают что нужно вначале сохранить его руда сохранить как я хочу скачать я хочу сказать обычное mp4 видео хочу скачать его в высоком разрешении с частотой кадров 30 30 кадров секунду это более чем для такого видео больше не надо можно конечно попробовать скачать супер высоком качестве наш тариф позволяет это делать нажимаю на кнопочку сгенерировать сейчас пошел процесс создания видео сейчас видео сервис создает вам видеоролик о чем нужно помнить что так как мы не одни пользуемся этим сервисом иногда при нажатии на кнопку сгенерить вы можете увидеть сообщение что извините ваш аккаунт уже генерит какое-то видео значит кто-то сейчас сидит и пользуется это же конвертирует видео нужно немножко подождать иногда это занимает там десяток минут и повторно нажать на кнопочку сгенерить либо конечно стараться работать в такое время когда большинство людей не сидят за компьютером это днем утром вечером народ стекается и начинает что-то активно делать все видео готово нажимаю на кнопку скачать на компьютер если у вас будет так же как у меня то есть пошел отображаться ролик то все замечательно все окей если у вас здесь появится какой-то черный экран и ролик не будет скачиваться что вам нужно сделать скопируйте вот эту вот ссылку просто щелкните на адресную строку выберите эту ссылку скажите скопировать откройте любой браузер ну например браузер в моем случае это яндекс браузер откройте чистую вкладку и вот сюда вставьте эту скопированную адресную строчку нажмите клавишу интер видео начал загружаться на мой компьютер папочку опять же загрузки мне нужно немножко посидеть и подождать нажимаю открыть папку вот мое уже скачанное видео открываю его и уже смотрю на своем компьютере видео в принципе готова к загрузке в социальную сеть но если вы опять же внимательно смотрели второй ролик по оптимизации по сев оптимизации с видео можно делать такую же операцию как все оптимизации картинки откройте видео правой кнопкой выберите подробно и вы увидите знакомые уже вам поля то есть те поля которые вы заполняли при оформлении картинки начните конечно в первую очередь с того что измените этому файлу название и затем через правую кнопку свойства подробно заполните все поля почти так же как у картинки у видео правда еще можно сделать одну интересную вещь здесь есть такие разделы как режиссер продюсер сценарист издатель здесь вы везде можете написать свое имя и фамилия и для видео есть конечно мега полезная вещь которая нету картинки это url автора и url продвижения вот сюда вы можете скопировать адрес своего сайта если у вас есть либо хотя бы адрес своей социальной страничке это вам даст дополнительный трафик на вашу страничку когда видео начнет появляться поисковых запросах яндекса и google seo оптимизация это очень полезная вещь и пожалуйста не экономьте вот эти 3 4 5 минут на заполнение полей с названием особенно с ключевыми словами но если у вас есть сайт не забывайте прописывать url то есть такие фишки есть только у видео у картинки ссылку на сайт размещать было нельзя благодарю что досмотрели это видео до конца если будут какие то вопросы пожалуйста пишите в домашнем задании и в следующем уроке я вам расскажу еще об одном очень крутом и очень дорогом сервисе который мне конечно больше нравится чем супа потому что супа конечно это все более просто это почти как слайд-шоу а там сервис именно создание очень красивых видео и у нас пока есть возможность использовать 100 премиум шаблонов